Это уже входит в традицию. На Калининград надвигается очередной шторм, чего опасаются даже синоптики. За границу теперь только по визе. Польша временно приостанавливает действия МПП. Почему и главное, что делать тем, кто уже запланировал поездки в соседнюю республику? С 1 июля в России повышаются тарифы на ЖКХ. Сколько теперь будем платить за газ и воду? Боинг напугал калининградцев. Почему самолет несколько часов низко кружил над городом и не мог приземлиться? Сточная труба на пляже или кристально чистый песок? Такое разное побережье. Наш дежурный по городу выяснял, на каких калининградских курортах можно отдохнуть без проблем. О том, что еще произошло в городе и области, в первый день июля расскажем в ближайшие минуты. В эфире первого городского служба новостей город. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте. Срочная новость к этому часу поступила от калининградских синоптиков. На город надвигается мощный шторм. Ветер усилится до 25 метров в секунду. Местами опять ожидается град. И судя по последствиям предыдущих двух ураганов, в Польше погибло 5 человек. Калининградцам стоит быть на чеку. И это все при том, что первая половина субботы обещает быть жаркой. Температура воздуха прогреется до плюс 30 градусов. Но днем на область обрушится сильный ливень и гроза. В связи с чем, спасатели и синоптики рекомендуют по возможности находиться дома. Хочется предупредить народ, население наше, что гроза это наиболее опасное явление природное для человека. Чтобы все были внимательны и осторожны. Потому что при шквалистых усилениях ветра бывают всякие неприятные явления. Так, после предыдущего шторма калининградские дачники потеряли часть урожая. А десяткам автомобилистов пришлось менять лобовые стекла из-за сильнейшего града. Некоторые и вовсе оказались на волосок от гибели из-за упавших на их авто деревьев. При этом спасатели напоминают, при грозе лучше не разговаривать на улице по мобильному телефону и держать его включенным. Горожанам не советуют прикасаться к металлическим предметам, находиться вблизи одиноко стоящих деревьев и опор линий электропередач. А также купаться в водоемах и выходить на них на маломерных судах. И к главной теме. Польша приостанавливает для калининградцев действия МПП. Информацию об этом опубликовали сегодня на сайте Генерального консульства республики в Калининграде. Польская сторона объясняет свое решение проведением в Варшаве саммита НАТОМ 8 и 9 июля. А также Всемирных дней молодежи в последних числах месяцев. Что ждет тех обладателей МПП, которые находятся на территории Польши? И как быть тем, кто планировал там свой отпуск в июле? Об этом в сюжете моей коллеги Нина Чешковой. У меня живут подруги в Гданьске, то есть они меня звали на выходные. Таким образом я могла в любой момент, даже не думая об отпуске, поехать в субботу или в воскресенье на автобусе, отдохнуть, погулять, искупаться в море, в том же самом. Но, к сожалению, планы испорчены. Похоже, друзья калининградки Марии Кузнецовой в июле ее не дождутся. А самой девушке придется провести свой отпуск дома, хотя планы были грандиозными. Действие визы закончилось, поэтому три недели назад она подала документы на получение карточки МПП. Теперь, получается, возможности выехать в Польшу нет никакой. Для тех, кто планировал провести свой июльский отпуск, например, в Гданьске, новость о приостановлении действия МПП прогремела, как гром среди ясного неба. Чтобы не испортить отдых, единственное решение – получить визу. Однако горожанам следует поторопиться с документами и встать в электронную очередь. Скорее всего, желающих будет море. Такие меры в Польше объясняют исключительной безопасностью, ведь в июле в Варшаву приедет много высоких гостей, в том числе и Папа Римский Франциск. Спецслужбы готовы к тому, чтобы обеспечить безопасность паломников, которые приедут в Польшу на Всемирные дни молодежи, а также участников саммита НАТО, который состоится в Варшаве на национальном стадионе. Впрочем, это неудивительно, считает политолог Михаил Берендеев. Это нормально, когда государство, в преддверии таких масштабных мероприятий, закрывается и граница, тем более после событий на чемпионате Европы. Весь этот информационный поток, который представил русских и англичан в дурном свете после проведения вот этих всяких беспорядков, конечно, может напугать не только поляков, но и напугать и другие государства. Поэтому каждый, заботясь о своей безопасности, пытается, чтобы в него не полетели бутылки, стулья и прочее. По мнению Михаила Берендеева, для паники нет оснований. Тем более, зону передвижения поляки ограничили не только с Россией, но также с Украиной. Плюс ко всему, Польша от МПП выигрывает значительно больше, чем наша страна, поскольку основной поток туристов обеспечивают именно калининградцы и, соответственно, оставляют там много денег. А потому такие меры, скорее всего, ненадолго. Впрочем, судя по комментариям в интернете, калининградцы на поляков все-таки обиделись. Как МПП влияет на встречу в Варшаве? Непонятно. Изо дня молодежи отменять тоже странно. Значит, так хотят видеть у себя гостей. Да уж, очень странная отмазка. На сайте визового центра до сих пор нет инфы. Только в консульстве. Пусть возвращают деньги. Россия, надеюсь, тоже приостановит? А то достали бензовозы уже. Хоть без очередей поездить. Или у наших духу не хватит? В этой, так сказать, бочке дегтя есть одна ложечка меда. А именно то, что границы опустеют. Потому что если Россия ведет ответный, так сказать, запрет, а я думаю, что так случится, то все наши польские граждане, которые занимались перевозом бензина через границу, они же ведь все ездили на МПП. Оформить российскую визу это как раз где-то около трех-четырех недель. То есть им будет невыгодно оформлять российские визы, и у них будет принудительный отпуск. Граница опустеет. Тома Шаманский не сомневается, уже в августе все вернется на круги своя. И терпеть неудобства придется недолго. Решение польского правительства он называет вполне адекватным. Ведь после теракта в Турции лучше перестраховаться. К слову, в правительстве области уверяют, что калининградцы, которые выехали в Польшу по МПП, смогут беспрепятственно вернуться домой. Нина Чешкова, Екатерина Калинищенко, служба новостей город. Сергей Шойгу официально назвал имя нового руководителя Болтфлота. Исполнять обязанности командующего будет вице-адмирал Александр Носатов. До недавнего времени он руководил штабом Черноморского флота и совсем недавно был назначен руководителем Военно-морской академии. Какие еще новости сегодня обсуждали в Калининграде, расскажем далее короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой» группа компании «Ваш Ломбард». С 1 июля в России повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В Калининграде цены на воду, тепло, газ и электричество вырастут на 12,5%. В других городах области плата тоже изменится, но на меньшую сумму. Добро пожаловать за границу. Стало известно, когда калининградцы вновь смогут отдохнуть на турецких курортах. Перелеты возобновят через 2-3 недели. Средняя стоимость путевки в этом сезоне для россиян не превысит 30 тысяч рублей. Власти вновь выставили кроиться аптеку на торги. Здание расположено на улице Фрунзе и его износ равен 90%. Продать памятник истории пытались уже трижды. Сегодня его цена ровно почти 8,5 миллионов рублей. Заявку принимает до 17 июля. Сам аукцион пройдет 23 числа. Без сосисок и колбас калининградские таможенники задержали партию продукции из свинины. На этот раз проверку не прошел столичный товар весом почти в тонну. Перевозчик нарушил ветеринарное требование при возе мясных изделий. Без пробок и давки в субботу из города пустят дополнительные поезда к морю. Также составы в Светлогорске и Зеленоградске увеличат на 6-8 вагонов. Каждый. Подробное расписание можно узнать в кассах Южного и Северного вокзала. Партнер рубрики короткой строкой. Группа компании Ваш Ломбард. Один из лучших оркестров мира и всемирно известный скрипач на одной сцене. Накануне в Калининграде выступили звезды 21 века. Именно так публика привыкла называть Павла Милюкова и музыкантов симфонического оркестра Московской филармонии. Коллектив приехал к нам в полном составе, а это аж 90 человек. Но особое внимание зрителей привлекает исполнитель с мировым именем Павел Милюков. Молодой музыкант входит в десятку лучших скрипачей России. С гастролями он уже объездил полмира. А не так давно вместе с оркестром Мариинского театра сыграл в разрушенном амфитеатре, освобожденный от боевиков Пальмиры. Да, он играет на скрипке Гварнери. Это инструмент, которому уже 300 лет. На этом инструменте играли очень многие выдающиеся музыканты. Вот теперь эта эстафета передана не менее выдающимися. Это гордость нашей отечественной музыки Павел Милюков. Сложная программа, но очень популярная музыка, потому что это, ну, говорят современные языком, это хиты академического жанра. Действительно, коллектив изумительный. Но я думаю, что один из самых ярких коллективов мирового уровня. Для калининградцев музыканты исполнили сочинения Бетховена, Брамса и Чайковского. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Решил сдать боеприпас на металлолом. В поселке Нивинское содержали 46-летнего местного жителя. Мужчина признался правоохранителям, что нашел артиллерийский снаряд в поле и не придумал ничего лучше, как сдать его в пункт приема металлолома, за что в итоге серьезно поплатился. Теперь горе предпринимателя ждет 4 года тюрьмы. О других происшествиях города и области за минувшие сутки расскажем далее. Партнер рубрики «Место происшествия» – Дорожно-транспортная помощь. Служба 050. Выращивал в теплице коноплю и прятал пакетики в клумбе. Оперативники задержали 46-летнего калининградца. Как выяснилось, мужчина планировал заняться сбытом марихуаны, для чего и вырастил на садовом участке пробную партию. К счастью, задуманное осуществить он не успел и теперь может провести за решеткой до трех лет. Еще одного любителя запрещенных веществ задержали на улице Ленина. 34-летний водитель сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Медицинское освидетельствование только подтвердило этот факт. Причем три года назад калининградца уже задерживали за аналогичное нарушение. Тогда его лишили прав. Теперь горе водителю грозит более строгое наказание – два года тюрьмы. А эти кадры напугали десяток горожан. В течение часа над Калининградом кружил Боинг. Как рассказывают очевидцы, над Московским проспектом самолет пролетел на высоте не более двухсот метров. При службе аэропорта рассказали, авиалайнеру помешала плохая погода. В итоге вместо запланированных семи часов он приземлился только в восемь. Совершил тяжкое преступление и скрылся. Полиция Советско разыскивает 34-летнего Валентина Рисицына. Единственная информация о подозреваемом – он зарегистрирован на улице Каштановой аллеи. Если вам что-либо известно о местонахождении этого мужчины, звоните по телефону, который видите на своих экранах. Светлана Федорова, служба новостей «Город». Партнер рубрики «Место происшествия», «Дорожно-транспортная помощь», служба 050. А теперь о тех, кто стоит на страже дорог и порядка. Калининградская госавтоинспекция отметила большой юбилей – 80 лет. Поздравления сегодня принимали около 200 ее сотрудников. Время идет, но цель у них прежняя – предупреждать ДТП и обеспечивать дорожную безопасность. Лучшим сотрудникам почет и грамоты за особые заслуги. Среди них и руководитель ГИБДД. Марат Хасазанов стал первым в нашем городе обладателем почетной медали в честь 70-летия Калининградской области. Ведь поздравить госавтоинспекторов приехали первые лица города. Напутственные слова и благодарность за нелегкую службу прозвучали в этот день от каждого. Я хочу поздравить весь личный состав госавтоинспекции с юбилейной датой, пожелать им, чтобы они возвращались домой целыми и невредимыми, и чтобы их всегда ждали дома. Спасибо им за их службу, за нелегкий труд. Как признали сами инспекторы, о дорожно-патрульной службе они мечтали с детства. Поэтому сразу после торжественного построения отправились на свои посты. Продолжать следить за безопасностью калининградцев на дорогах. И к другим темам. Пришли на пляж, а там негде полотенца растереть. Но не потому, что народу много. Просто на песке куча пустых бутылок, целлофановых пакетов и сигаретных окурков. На протяжении всей недели калининградцы неоднократно жаловались на обилие мусора на побережье. Наш дежурный по городу решил проверить, действительно ли проблема настолько серьезная. И какая картина ждет отдыхающих на выходных, если позволит погода. Партнер рубрики «Дежурный по городу» – Народный завод Теплиц. Здравствуйте. Это «Дежурный по пляжам». И сегодня наша съемочная группа приехала в Светлогорск. Мы ожидали найти здесь кучу песка. Вместо этого нашли кучу людей. Узенькая полоска местного пляжа занята настолько плотно, что буквально яблоку негде упасть. Есть еще одна проблема. Рядом с одним из спусков к пляжу выходит сточная труба. Как рассказывает местный житель Артем Михайлов, она стоит как ком в горле и портит любой комфорт. Ужасно, очень сильно, очень отталкивает туристов и вообще очень сильно некрасиво мешает. Непонятно, что оттуда течет, откуда. Вроде бы грунтовые воды, но на самом деле непонятно. Грунтовые, не грунтовые. Может быть, это общая канализация со всех отелей как-то связана. Оно же все вместе. Также Артем признается, если не вмешаться, пляж в его городе просто исчезнет. Вода наступает с двух сторон. С моря и из трубы. Раньше здесь было метров на 30 шире, в ту сторону. А сейчас, вот видите сами, вплоть до променада прогулочного. Вот вода. К слову, во время съемок мы все-таки нашли немного мусора. В некоторых местах валялись пустые бутылки, а под ногами иногда попадались сигаретные окурки. А вот в янтарном все отлично. С мусором нет никаких проблем. Практически на каждом шагу установлена урна. Не зря этот пляж получил престижную международную премию «Голубой флаг». А еще, кроме урн, на пляже есть душ, шезлонги и даже питьевые фонтанчики. Отдыхающим такой отдых по душе. Нам все нравится, стало чисто, ухожено, красиво. Супер. Тут все стало чисто и все красиво. Доступная зона для колясок, для инвалидов, для велосипедистов. Если бы знала, приехала бы на велосипеде. Ну что, лежаки у нас появились. Тоже очень приятно, потому что этого, по-моему, в России очень мало. Даже песок здесь кристально чистый, не найти ни соринки. Но это и неудивительно. На пляже работает спецтехника. Администратор побережья Владимир не помнит, как называется такой агрегат, но пользуется им каждый день. Этот аппарат чистит песок для того, чтобы камни, ну все это самое, очищаем от жуков, от всего, от стекла, чтобы не порезались, не поранились люди. И каждое утро я очищу. В общем, на пляже Янтарного мы вообще не нашли ни одного минуса. После этого мы исколесили почти все балтийское побережье региона и остались приятно удивлены. Наше дежурство завершается в Зеленоградске. Здесь не такой узкий пляж, как в Светлогорске, но не так много хорошей инфраструктуры, как в Янтарном. В целом мы нигде не нашли кучу мусора, так что все калининградские курорты готовы встречать отдыхающих на выходных. Марк Шкода, дежурный по городу. Партнер рубрики «Дежурный по городу» – Народный завод Теплиц. Мессенджеры могут оставить социальные сети без аудитории. Зарубежные исследования показали, что пользователи стали меньше уделять времени Фейсбуку, Твиттеру и Инстаграму. Народ все больше и чаще предпочитает общаться с помощью WhatsApp. Впрочем, наш интернет-обозреватель Павел Яркович снижение активности калининградцев в социальных сетях не заметил. Партнер рубрики «Социальные сети» – интернет-портал недвижимости «Домовой39.ру». Всем привет! Калининградская погода настолько непредсказуемая. Ну, примерно вот так. А вчера еще и облако нависло над городом. Зрелище, конечно, интересное. Еще и автор видео такую музыку нагнетающую поставил. А тем временем вид с другой камеры. Блин, жалко, елки-палки, блин. Вот видеокамеру бы нормальную, чтобы все эти нюансы видны были, как оно меняется. Тут такое происходит, а ему главное бы камеру нормальную. В такую погоду главное аккуратно управлять своим авто. А то можете оказаться в кювете. Сразу хочу сказать, пострадавших нет. Возможно, этот лимузин ехал на свадьбу или выпускной. Так что максимум пострадало чье-то настроение. А вот если вы на озере, да еще и с буханкой хлеба, то ваше настроение точно не пропадет. Мам! Кали, мам! В комментариях пишут «Борзый голубь». Кстати, заметили, что девочка так упорно звала маму, поэтому... Да еще и голубь второй прилетел. Кто чистит зубы по утрам, тот поступает мудро. Даже если вы кот. Давай, мамочек. Давай почистим зубки. Хозяйка так ухаживает за своим питомцем, не удивлюсь, если она водит его в салон красоты. Вы смотрели социальные сети? Заходите к нам в группу ВКонтакте, участвуйте в конкурсах и розыгрышах, делитесь фото и видео с хэштегами Калининград и Первый городской канал. С вами был Павел Яркович. Хороших выходных. Увидимся на следующей неделе. Партнер рубрики «Социальные сети» интернет-портал недвижимости домовой39.ру Рабочая неделя подошла к концу. Впереди выходные. И даже несмотря на сообщения о шторме, калининградцы пребывают в хорошем настроении. Чем им запомнилась пятница, они расскажут сами в нашем традиционном опросе. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кюнинг Дорс». Хорошие новости. Внук у меня вчера сдал экзамен. Ну, как его, академию закончил. Морскую академию. Я так рада. Внучка у меня уже тоже сегодня диплом получает. Я нашла работу, все хорошо будет. Все прекрасно. Солнышко светит, радует. Когда дождь, это плохое настроение. Солнышко – хорошее настроение. Все? А что еще? Не знаю. Хорошо. Все хорошо. Собираюсь в Крым. Лето. Огород. Настроение хорошее. Ремонт делаю. У меня все хорошо. Что хорошее? Да все хорошее. Ничего плохого нет. Я оптимистка. Вышла на пенсию. Радуюсь прекрасному лету. Общением с внуками. Вообще, жизнь удалась. Партнер рубрики «Хорошие новости» Компания Кёнигдорс. Центробанк установил курсы валют на выходные. Как изменились доллар и евро, расскажем далее. Партнер рубрики «Курсы валют» Магазины финской одежды «Лухта» и «Сампа». Курсы валют на выходные. Доллар США 64 рубля 2 копейки. Евро 71 рубль 5 копеек. Польские слоты 16 рублей 20 копеек. Партнер рубрики «Курсы валют» Магазины финской одежды «Лухта» и «Сампа». И по традиции завершает наш выпуск прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит Алена Веселова. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Здравствуйте! После жаркой рабочей недели в Калининградскую область придет похолодание, сообщают синоптики. Позагорать на пляже в воскресенье уже не получится, а отправиться на море в субботу лучше в первой половине дня. Почему? Расскажем далее. Завтра днем в Калининграде области малооблачно, плюс 29. Отличная погода для отдыха на пляже. Но вот вечером стоит поторопиться домой. Температура понизится не сильно, до плюс 24. Зато начнется гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Кстати, такая же температура сейчас в Иерусалиме, до плюс 29. Только без осадков. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Если вы стали свидетелем каких-либо интересных событий и даже успели заснять это на камеру своего мобильного устройства, звоните к нам в редакцию по номеру 555-085. А на этом наш выпуск подходит к концу. Это были все новости к этому часу, о которых мы успели рассказать. Как будут развиваться события вновь, покажет служба новостей «Город». С вами был Кирилл Попов. Всего доброго. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин